Всем еще раз привет. Сегодня, к сожалению, без видео, потому что у меня интернет что-то не очень быстрый. Но я думаю, что будет контент интересный. Если меня хорошо слышно, еще раз там поставьте плюсики. Я пока отвечу на стандартные вопросы. Запись, конечно же, будет. Презентацию потом сможете скачать из раздела документы. Так, окей, давайте начнем. Еще раз всем спасибо, кто присоединился. И сегодня у нас такая тема достаточно обзорная, но она очень важная. Это индексация вашего нового сайта поисковой системы. То есть мы поговорим о том, что делать после того, как вы создали свой сайт. И сделаю так, чтобы поисковые системы, собственно, его видели. Если мне надо говорить как-то погромче, потише тоже напишите, потому что я не знаю, как. Окей, вопросы можете задавать в процессе. И в конце у нас будет немного времени для того, чтобы еще более подробно поговорить. То есть если у вас какие-то комментарии будут, пишите, действительно есть. Окей, поехали дальше. И сейчас я просто несколько слов скажу о нас, о себе, какие-то стандартные вещи, которые, возможно, люди будут смотреть в записи, чтобы было понятно, кто, что и как. Меня зовут Алексей Ниц, я являюсь венторедактором Теплицы. И в то же время я веду вебинары, как этот, и делаю видеоуроки. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, можете писать напрямую. Мейл здесь написан. С радостью хочу сказать, кто еще не видел, что мы обновили наш сайт. У нас теперь новая версия, она выглядит немного иначе, более как-то посовременнее, поживее. Так что советую зайти посмотреть, много чего интересного там есть. Значит, ссылка все та же, te-st.ru. И в социальных сетях мы с лошадь в Теплице СТ. И опять же, если кто-то не знает, кто мы такие, мы являемся образовательным проектом. Наша основная цель, мы связываем некоммерческие проекты, некоммерческие организации или каких-то там активистов или проект, которые занимаются общественно важными задачами, их решением. И с другой стороны, это IT-секторы, это люди, которые там хорошо знают технологии, программирование и так далее, могут делать классный проект, но часто не знают, что можно помогать каким-то полезным проектам. По сути, мы наши деятельности связываем вот эти два сектора. Двигаемся дальше, да. И на новом сайте у нас теперь есть обновленный раздел мероприятий, который достаточно удобен. Во-первых, если вы посмотрите или потом презентацию увидите, значит, у нас есть вкладка «Анонсы» в мероприятиях и вот отчет. Отчеты сейчас крупно показаны, вот если переключить потом на «Анонсы», то есть вы будете видеть все то, что предстоит, какие мероприятия наши, там, партнерские и так далее. А вот во вкладке «Отчеты» вы можете также посмотреть все отчеты по прошедшим мероприятиям, в том числе и по вебинарам. Поэтому, если по каким-то причинам вы не посмотрели что-то предыдущее, не надо огорчаться, вы можете найти эти материалы вот в этом разделе. Презентация слуги кликабельные, так что, я думаю, что будет легко найти. Пару слов потом о вебинарах на YouTube. Естественно, мы выкладываем туда. У нас есть наш канал, на который вы можете подписаться. И есть у нас плейлисты разные. Во-первых, это как плейлист вебинаров, то есть я туда все загружаю. Также можете посмотреть, достаточно много чего интересного есть. И то, что я говорил про видеоуроки, это такие небольшие видео, которые рассказывают, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисами, то есть то, что вам поможет в вашей работе. Это много чего интересного, связанного с дизайном, с визуализацией данных. Ну, в общем, действительно много чего интересного. И захотелось мне тут привести еще один плейлист наш, который мы собрали вместе. Это цифровая безопасность. По сути, это много чего полезного по тому, как усилить вашу цифровую безопасность, потому что в наше время сейчас это очень важно. Поэтому обязательно посмотрите, то есть там, как включить двойную авторизацию в социальных сетях, в почте, как шифровать данные, как шифровать переписку, email-переписку и так далее. То есть очень рекомендуется. Так, а теперь давайте переходим уже к теме нашего вебинара. Значит, ситуация, как бы на самом деле, наверное, для многих она была, и она достаточно простая. То есть все мы когда-то там на работе или лично, может быть, работали над созданием сайта. Представьте себе, что вот эта вот работа, по сути, закончилась, вы его создали, вы его опубликовали, то есть он стал доступен по ссылке. И вопрос теперь, что с этим делать? Как сделать так, чтобы вообще его люди находили? И вот об этом мы, в принципе, сейчас и поговорим в таком более-менее простом и обзорном формате. Опять же, если у кого-то есть комментарии, обязательно пишите. Просто интересно, если у вас есть какой-то свой опыт или там какие-то важные вопросы. То есть отталкиваемся от того, что еще раз у нас есть сайт, он работает, домен есть, и вот в чем мы делаем дальше. Естественно, что сразу первый вопрос, наверное, нужно сделать так, чтобы поисковые системы этот сайт наш видели. то есть что для этого нужно сделать? Во-первых, ну, поисковые системы, давайте будем говорить все-таки о более популярных, о двух, это Яндекс и Гугл. Конечно, есть другие поисковые системы, но вот я думаю, что остановимся на этих. И для этого нужно сделать так, чтобы наш сайт был проиндексован, то есть чтобы поисковые системы как-то поняли, что существует наш сайт, что у нас есть страница, и что мы можем, то есть как бы, чтобы поисковая система видела, что вот действительно мы там что-то размещаем. И в двух словах, что такое индексация сайта, это процесс добавления роботами поисковых систем сведения о сайте или отдельной странице в базу данных поисковой машины. Вот эта база данных, она существует, она постоянно обновляется. Поисковые роботы, они постоянно, условно говоря, если говорить таким простым языком, да, они, условно говоря, ходят по сайтам, смотрят какие-то изменения и опять добавляют эти изменения в базу данных поисковой машины. И вот как на компьютере, по сути, вот на локальном компьютере, да, то есть, может быть, там кто-то видел, тоже, по сути, есть такое понятие, как индексация. То есть, когда все файлы просматриваются, и если они все проиндексованы, они намного быстрее ищутся. Собственно, так же и здесь, да, когда мы имеем, как бы, проиндексованные сайты, а так как их в мире действительно очень много, то поисковые системы, в первую очередь, они, даже не в первую, они вообще ищут только те сайты, которые проиндексованы, то есть, которые были отмечены поисковыми системами. То есть, другие сайты, по сути, не видны. Меня слышно, все нормально, просто как-то ничего, никто ничего не пишет, а то вдруг я тут вещаю, а ничего не происходит. Окей. Двигаемся дальше. И важный вопрос такой, собственно, а что индексируется, а что нет. Все мы знаем, что там контент состоит из разных частей, да, в основном это, конечно же, текст, изображение, ссылки, документы, видео, аудио, и в разных форматах это может быть, да, и вот это все индексируется. То есть, в основном, конечно же, это тексты, изображения, да, и ссылки. И есть такие другие элементы на нашем, возможно, в вашем сайте, да, который не индексируется. И что это такое? Это то, что является флешем или джаваскриптом. То есть, это какие-то анимированные штуки, какие-то анимированные вставки и так далее. То есть, вот, например, по крайней мере, раньше были очень развитые много сайтов, такие вот они были, условно говоря, анимационные, которые были, ну, сделаны на флэше. Это такая технология. И, по сути, вот она позволяет, конечно, классные вещи делать, но она не позволяет индексировать страницы сайтов. И эти сайты, которые деланы на флэше, они, конечно, красивые, но они плохо воспринимаются поисковиками. Например, если вы вот видели такие сайты, или на скидку вспомните, то, когда вы переходите из одного раздела в другой, у вас, по сути, ссылка сайта не меняется. Вы не видите изменения страниц сайта. Поэтому вы должны иметь в виду, что когда вы добавляете на свой сайт какие-то элементы с флэшем и джаваскриптом, вы должны понимать, что это будет очень плохо индексироваться. Так, прошу прощения. Окей. Двигаемся дальше. Значит, с этим понятно, что индексируется, что нет. Так, у меня переключается или не переключается? Переключается. Теперь давайте поговорим в двух словах о том, сколько, по сути, занимает индексирование новых сайтов. И, как вы видите, это происходит совершенно не очень быстро. То есть не надо думать, что это происходит моментально и прямо сразу. Видите, что Яндекс делает это от одной недели до одного месяца, а Google делает до одной недели, то есть немного быстрее. Но, тем не менее, это занимает время вот минимум одну неделю. То есть вы должны иметь в виду, что вот это время необходимо заложить на то, чтобы ваш сайт был проиндексован. Теперь поговорим о том, что, по сути, влияет на индексацию сайта. Есть такие неочевидные вещи, которые, в том числе, когда я готовился, я для себя тоже открыл, потому что раньше, в принципе, я думал об этом, но не особо так внимательно обращал внимание. Во-первых, естественно, что любой сайт, который мы размещаем в интернете, имеет доменное имя, и, собственно, домен это имя. И, как мы понимаем, что можно купить новое доменное имя. Вопрос только, что значит новое доменное имя. То есть в любом случае часто бывает так, что этим доменом кто-то уже пользовался. До вас, у вас. То есть, возможно, по этому адресу уже располагался какой-то сайт. И вот это очень важно понимать и учитывать. И вот до сих пор еще поисковые системы, они ранжируют, то есть выстраивают поисковую выдачу так, что домены более старые, они выводятся сверху. Ну, тут двоякая такая ситуация некая, но это нужно иметь в виду. То есть вопрос еще в другом, как понять, насколько новый домен вообще и какие владельцы у него были. Это, по сути, как, наверное, обладание автомобилем. И вот когда вы, например, ищете домен, и обязательно проверяйте его историю, потому что это очень важно, может так случиться, что, например, действительно до этого по этому адресу сайта располагалась вообще другая тематика, и потом, когда вы начали делать свой сайт, то поисковым системам нужно, как бы, условно говоря, удалить то, что было и сделать что-то новое по вашему контенту. И тематика и наполнение сайта также очень влияют на тот момент, когда, собственно, вы делаете, чтобы они были проиндексованы, потому что если у вас сайт, вот только вы начали делать, допустим, сайт некоммерческой организации, да, и он, например, не заполнен, у вас есть разделы пустые, когда там часто можно увидеть, что люди пишут, что в процессе заполнения или там раздел заполняется, это огромные просто ошибки, которые не следует делать. Вот. И просто нужно запомнить простым языком о том, что сайты нужно обязательно максимально полно до индексации заполнить и поработать над ними. И вот в этом ключе вот хочу сказать, что, например, наш гигер, да, то есть такой конструктор сайтов для НКО, который, собственно, делает теплица, и он имеет большие плюсы здесь, потому что он позволяет делать уже наполнение сайтов, да, то есть уже наполненные разделы, то есть нет пустых страниц. Поэтому вот тоже это имейте в виду. Так, я сейчас посмотрю, что вы пишете в комментариях. Если ничего не делать в поисковике, совсем не увидите сайт. Ну, тут двоякая ситуация, опять же, скорее всего, увидит, потому что вы, ну, если совсем вообще ничего не делаете, то вряд ли, да. То есть вероятность того, что кто-то увидит, она очень-очень-очень минимальна вообще. Если вы начнете, например, опубликовать сайт, то есть, ну, там, ссылки в социальных сетях, то это может сработать. Как обновление сайта на том же домене переделали влиятельную дексацию? Ну, это влияет действительно на индексацию, потому что, ну, условно, опять же, вот если простым языком говорить, да, то есть есть вот некоторые такие, не знаю, конечно, они не физические, но поисковые роботы, которые заходят на сайт, они смотрят вот, что изменилось, да, какая ситуация сейчас и что изменилось. И вот они могут заходить достаточно редко на сайт, а могут часто. То есть, может быть, вы видели, что вот в поисковой выдаче, когда вы ищете что-то, например, в Google или в Яндексе, там еще рядом с сайтом, например, есть такая строчка «Сохраненная копия». То есть даже если, например, какая-то страница удалена, но вы еще можете ее посмотреть, потому что вот она как раз проиндексирована, и, условно говоря, не было таких изменений, которые были внесены еще, да, и вы можете посмотреть то, что было. Поэтому обновление сайта, вот, правда, я не очень понимаю, что вы имеете в виду, обновление, полностью обновление, то есть это просто занимает время и, конечно, влияет на индексацию. Если не свой домен, утильда или викс, то тоже некоторые есть моменты. Кстати, сейчас, наверное, на следующий слайд перелесну, и тогда будет понятно. Да, давайте сейчас расскажу про слайд, потом поговорю по поводу вот этих систем. Что еще влияет на индексацию сайта, да, вот частота обновлений, я об этом начал говорить, то есть если вы редко обновляете сайт, вот, представьте себе, вы сделали сайт, например, там, две странички о нас или что мы делаем, и все, да, то, естественно, что даже если он будет проиндексован, то далее, ну, никаких изменений-то нет, и, по сути, поисковикам это дает знак о том, что вы не работаете с ним, и он не будет подниматься нигде в поисковой выдаче, и это, собственно, вообще такой мертвый сайт, которых очень-очень-очень много. Вот. И чем чаще вы будете обновлять ваш сайт, добавлять материалы и полезные материалы, да, то есть самостоятельно написанные, не скопированные, тем чаще будет индексирован ваш сайт, и тем он будет в приоритете, как бы, в поисковых выдачах. То есть почему полезность контента влияет очень сильно? Вопрос, как бы, ну, такой простой, и ответ тоже простой, потому что чем полезнее контент, тем больше людей захотят прочитать его, да, то есть если вы берете какую-то узкую тематику, либо там, вы не коммерческая организация, если вы будете интересно писать о том, что вы делаете, то по этим запросам в любом случае вас будут находить, поэтому вы просто должны понять, для чего, собственно, вы пишете. Вот. С этим, собственно, я проговорил про поводу обновления сайта. И, кстати, есть такое немаловажное описание, что Google, он быстрее отслеживает обновления, чем, например, Яндекс, это тоже нужно учитывать. И возвращаясь к системе управления сайтами, вот тут тоже, как бы, сложно сказать. Вообще, как бы, есть часть людей, которые считают, что сайт осознан на CMS, в том числе, там, WordPress, о котором мы часто говорим, и, собственно, наш сайт сделан на WordPress, да. То есть многие люди считают, что все равно это не совсем есть хорошо, потому что, ну, вот, что-то там все-таки достаточно упрощено и так далее, но все-таки WordPress, наверное, нельзя считать, потому что это такой хороший CMS. Вот, да, вот, по сути, тильда, викс, здесь тоже могут быть вопросы, потому что часто вот на таких конструкторах, я вот не могу, как бы, ручаться за викс или тильду, но, например, такие более, как бы, менее распространенные, но на самом деле, наверное, вы знаете очень много конструкторов сайтов, которые существуют в интернете, да, если вы там вобьете их, действительно, результатов будет очень много. Так вот, большинство из этих конструкторов в своем коде, да, не имеют вот разные, действительно, JavaScript-части или еще какие-то просто блоки. И вот это просто хуже как раз из-за этого, из-за того, что так как там достаточно мало живого такого HTML-кода, да, по которым, по сути, это все просматривается, индексируется, то поэтому-то, собственно, эти сайты, они достаточно не очень хорошо индексируются. То есть это можно сравнить с тем, что просто они сделаны на вот таком, как бы, движке, который просто плохо читается, да, там, представьте себе, что там, не знаю, там, плохой шрифт в книге, да, и просто неудобно читать. Как-то вот такая аналогия может быть. Так, сейчас я прочитаю, что там еще написано, как проверить историю домена. Историю домена легко проверить, вы можете посмотреть на любом из сайтов, например, там, nick.ru, ну, то есть любые сайты, где, собственно, можно посмотреть или купить домен, да, у каждого домена. Потом, когда вы ищете в поиске, вы можете посмотреть who is. Это, по сути, информация о том, кто был владельцем и так далее. Есть более такие, ну, там, глубокие какие-то исследования нужно провести, если действительно какие-то сайты, ну, в смысле, домены, они такие, например, более дорогие, которые, да, они действительно имеют большой истории. Возможно, вот их вообще нужно более так подробно изучать. Но вот ответ такой. То есть любой домен можно посмотреть. И, кстати, там, во многих даже можно найти контакты владельца, поэтому это достаточно просто. Так, 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 так. Переделали сайт, перенесли информацию, изменили схему сайта. Из первых страниц поисковиков мы пропали при запросе основного слова. Хотя поток посетителей есть. Безусловно, вот такая ситуация, она вот как раз описывает стандартные вещи, да. То есть почему поток посетителей есть? Наверное, потому что они все еще знают, что ваш сайт по тому же адресу, да. То есть, ну, так как вы внутри все изменили, то вот как бы индексация, она произошла новая, да. И вот, по сути, поэтому из-за того, что произошли большие изменения, по сути, сайт стал новым. Вот так и произошло. То есть, естественно, что в поисковиках вы пропали, и теперь нужно делать это заново. Еще раз вопрос про запись вебинара, конечно же, будет. Двигаемся дальше. Как улучшить будущую индексацию? И это более такие уже к контенту вопроса. Ответ тоже прост. Один из простых вариантов – это просто делать перекрестные ссылки вот внутри своих материалов. То есть, когда вы размещаете, например, в своей статье ссылки на какие-то другие свои материалы. И таким образом это также увеличивает возможности. Почему? Потому что представьте, ну, я даже, правда, не знаю, с чем сравнить эти поисковые роботы, но вы должны понимать, что они вот там действительно ходят по страницам, смотрят изменения, и вот если там есть ссылка, они переходят по ссылке. И чем больше там есть ссылок, по сути, тем больше изменений вот этих вот страниц будет проиндексировано. То есть, то, что произошло, какие изменения были по сравнению с предыдущей версией. И также это может повлиять, например, когда вы делаете на главной странице какие-то вот популярные материалы и так далее. То есть, старайтесь сделать интерактивный, вытаскивать часто многие материалы, которые у вас есть внутри, потому что чем дальше вы пишете, тем больше у вас материалов. Естественно, они куда-то уходят вниз, их очень тяжело найти. Вот такие способы перекрестных ссылок, там, вставления ссылок просто по каким-то ключевым словам, да. То есть, например, там, мы пишем много об инфографике. И вот если я пишу, например, какую-то очередную статью про инфографику, естественно, что я могу уже внедрить там ссылку на какую-то предыдущую статью по инфографике. Вот так. Так, писать, какой-нибудь плагин для WordPress по SEO? Ну, собственно, вот вы и ответили на свой вопрос. Yoast SEO, да, хороший плагин. Да. Мы пользуемся, возможно, им или каким-то вторым похожим. Но тут, наверное, немножко мы не об этом вам говорить сегодня. Итак, вот у вас есть новый сайт. Супер, да? Вот что с ним делать-то? Итак, еще раз резюмирую. Хочу сказать по той части, которую я уже сказал. Пожалуйста, перед тем, как вы займетесь дальнейшими действиями, вы должны понимать, что ваш сайт уже полноценно наполнен. Он не пустой, нет пустых разделов. То есть, все разделы уже есть, как должны быть. Вы уже продумали меню, у вас уже все есть. Вот оно прямо уже действительно готовое, заполненное. И, возможно, есть уже там, не знаю, пару десятков каких-то статей и так далее. То есть, вот подготовили сайт полностью, когда уже там все можно посмотреть. И первый шаг – это, в принципе, вот есть два сервиса, с помощью которых можно вообще анализировать работу сайтов с поисковыми системами. Это два сервиса, естественно. Это Google и Яндекс, да? Google – это Google Search Console, и Яндекс – это Яндекс Вебмастер. Еще раз, это сервисы, которые позволяют работать и анализировать вот ваши сайты, страницы сайтов, как они взаимодействуют с поисковыми системами. Вопрос из чата. Размещение ссылок на YouTube роликах на своем канале, насколько полезно для поисковиков? Ну, если мы знаем, что раньше, по крайней мере, Google, да, так как YouTube, по сути, это Google, да, то и плюс еще, когда был Google Plus очень развит, это было все очень связано, это работало. И был какой-то приоритет в поиске. Сейчас на этот вопрос практически невозможно ответить. Но и просто нужно иметь в виду, что как бы YouTube – это Google, по сути, поэтому приоритет в показе, скорее всего, будет в Google, чем в Яндексе, например. Такой вариант, да. То есть, вот, нужно также иметь в виду, что, да, вот, там, не знаю, всех людей, наверное, можно разделить на две части, да, те, кто ищет, например, с помощью Google, а те, кто ищет SpaceX. И вы должны понимать, что это две разные поисковые системы, совершенно разные. То есть, по одному и тому же запросу у вас могут быть совершенно разные результаты поиска. Поэтому, ну, как бы, желательно, чтобы вы использовали две системы для вашего сайта. Вот, как бы, пожелание такое. Но вы можете выбрать то, что вам более удобно. Нужно сказать, что Google уже давно, уже давно расфицирован, все по-русски, все, все рекомендации, все какие-то вот вещи написаны понятным языком. Поэтому не нужно бояться и не нужно думать, что Google – это только для иностранных сайтов или, там, не знаю, для сайтов на английском языке. Это совершенно не так, это совершенно не так. Все уже давно намного проще работает и не так сложно. Google Search Console выглядит вот так. Вы просто, собственно, что делаете? Если вы увидите, тут есть такая строчка, где нужно ввести просто адрес, например, вашего сайта нового. Вы нажимаете «Добавить ресурс» и дальше вы попадаете в консоль способов проверки того, что действительно это ваш сайт, да. И, то есть, вы можете сделать это с помощью рекомендованного способа. Их тут четыре, и с помощью альтернативных способов. То есть, по сути, главный способ – это скачать файл, загрузить его на хостинг вашего сайта и там, собственно, проанализировать, что он действительно есть. Таким образом, система будет знать, что этот сайт ваш, таким образом вы можете потом работать. Все достаточно просто. Если, там, вы используете, например, CMS или WordPress, в альтернативных способах есть варианты добавления просто каких-то тегов либо кодов на странице, то есть все возможно. То есть, двигаемся дальше. И вот про альтернативные я рассказал, да, как раз есть теги, есть Google Аналитику можно добавить, если у вас уже есть аккаунт. То есть, если они уже связаны, ваш сайт, то он просто цепляет и сразу понимает, что сайт ваш. И Яндекс.Вебмастер – это то же самое для Яндекса, да, то есть вы можете зарегистрировать здесь свой сайт. Когда вы нажимаете «Начать работу», вам также, вы пишете, например, сайт, и вам предлагается разместить HTML-файл на хостинге у вас либо сделать что-то другое, это, в принципе, очень аналогично, да. То есть, опять же, вот теперь нужно вот что понимать, что, в принципе, Яндекс.Вебмастер и Google, там, консоль, да, то это просто сервисы работы с сайтами. Это совершенно не значит, что можно добавлять только новый сайт. Конечно, нет. Если у вас уже сайт давно существует, но вы не пользуетесь этими инструментами, в любой момент вы можете это начать делать. То есть это совершенно не только для новых сайтов. Что для новых сайтов, нужно сказать, это то, что вот есть... Вот у Яндекса, например, есть раздел «Добавление вообще новых сайтов». То есть это как раз вот способ, когда вы сделали только-только-только сделали новый сайт, вы можете добавить его сюда. Ссылка вот здесь вот так расположена. Так, сейчас я прочитаю то, что пишут в чате. Вопрос. А если до меня программист с сайтом работал, но информацию не оставил? Это очень плачевная ситуация всегда, особенно для, как вот не жалко сказать, для некоммерческих проектов, потому что часто такую работу выполняют волонтеры. Это очень плохая ситуация. То есть в любом случае у вас должны быть все материалы и вся информация о домене, о хостинге, об административной части вашего сайта. Потому что действительно, если человек один делал, и все данные были у него, он ушел, все, у вас как бы нет, вы не можете никак влиять. Поэтому, с одной стороны, то, что мы всегда говорим, это делайте самостоятельно. Есть вещи, которые вы действительно можете делать самостоятельно. В любом случае, просто на будущее нужно как бы эту информацию оставлять в себя. И вот у нас есть такая программа «Пасека». Может быть, слышали, и там я даже напишу в чате. И там сейчас вот буквально недавно мы выпустили такие чек-листы. Это… Вот просто их можно распечатать, и по ним можно посмотреть, как вообще следует работать с какими-то веб-студиями для того, чтобы как бы все было окей. То есть, например, в том числе вот не забывать брать данные о домене, например, там, о каких-то других вещах. Читаю дальше. Алексей, у нас ранее была такая проблема. Сайт был в топе по специфическим ключевым словам, да и в общем тоже. Была хорошая статистика по визитам, посетителям и просмотрам. И в один прекрасный день я заюзла аналитику сайта, и оказалось, что ссылка на наш ресурс была размещена на несколько… Так, на нескольких порно-сайтах. Зачем это было сделано и как избежать этого в будущем? Ну, зачем это было сделано, я не могу ответить, но я могу сказать, что вот буквально тоже вот у нас есть региональный координатор в Пензе, и он рассказывал историю сайта своей организации, где просто злоумышленники взяли, взломали сайт, и они… Ну, то есть взломать можно, да, и сделать все, что угодно, можно вообще его просто там, условно говоря, что-то удалить, и они сделали наоборот. Они стали использовать их домен как… Они создали поддомены и сделали, собственно, свой интернет-магазин. Просто они залили туда информацию и использовали этот сайт как там для своих целей. То есть, опять же, это вот вопрос цифровой безопасности. Вот это можно избежать, вот если более внимательно просто относиться к каким-то элементам. А вопрос был, собственно, в чем вообще, какой-то, думаю, негативный эффект от этого должен быть. Конечно, будет отрицательный эффект. Мне кажется, логично, да. То есть, с точки зрения поисковых систем, я имею в виду. То есть, есть такие возможности, когда просто ваш домен может попасть в бан, когда он просто не будет отображаться, индексироваться вообще. То есть, часто при этом можно просто посоветовать только одно – это взять, сделать еще один сайт и перенести туда все. «Яндекс.Вебмастер просит иметь ящик на Яндексе». Ну, как бы логично, да, что, ну, да… Ну, очень странно. А «Гугл просит иметь ящик на Гугле», да? Ну, на самом деле нет. То есть, Яндекс и Гугл – это же единый сервис, и у них один аккаунт для всех сервисов своих. Поэтому, если у вас нет там мэйла, да, например, ну, наверное, придется завести. Это не так сложно. Но, тем не менее, это действительно полезный как бы ресурс для того, чтобы взаимодействовать с сайтами, поисковиками. Перешли на защищенное соединение пропалки. Что делать? Вопрос во времени, во-первых. А во-вторых, это тоже может быть связано с разными аспектами. То есть, возможно, что часть ваших ссылок не перенесена на HTML, они просто не видят. И вот я сейчас буду дальше говорить про карту сайта. Возможно, вы там просто не внесли какие-то изменения, и вас просто поисковики игнорят, они просто не видят. То есть, поисковый робот не видит ваших, часть ваших ссылок вообще. Итак, ладно, второй пункт. То есть, первый был, это как понятно, да, это надо было зарегистрироваться вот в этих двух ресурсах, которые позволяют вам взаимодействовать. Второй – это создать карту сайта. Значит, есть два понятия карты сайта. Для человека и для машины поисковой, да. Для человека часто это выглядит вот так. Я просто взял прям принт-скрин с делом нашего нового сайта, и у нас действительно есть карта сайта, она предназначена для пользователей. То есть, когда вы хотите понять вообще, что там есть на этом сайте, да, когда вот, например, меню не хватает. То есть, это просто как оглавление в книге, да. Вы можете открыть и посмотреть, что вот есть такие разделы основные. То есть, есть раздел там «НКО», «Технологии», «Образумение инструментов», «Мероприятия», «Отчеты», «О проекте», «Контакты», «Бесплатные услуги», «Команда», «Автор» и «Портфолио» для СМИ», «Вакансии», там, «Теги», «Подписка» и так далее. То есть, это помогает пользователям, как и в книге, собственно, понять, куда что можно вообще идти и так далее. Часто это, например, размещается в футере либо в каком-то разделе, например, о проекте или еще где-то, чтобы было понятно вообще, как это нужно. Это, по сути, HTML-карта. И она, в том числе, очень полезно влияет также на поисковые запросы, потому что эта страница сама по себе, она как оглавление, да, в книге, она также индексируется. Поэтому намного проще потом будет в поисковой выдаче. Сейчас я договорю, потом посмотри еще чат. А второй – это есть для поисковых систем. Есть такой файл, он называется «Sitemap» с расширением XML. Так вот, этот «Sitemap» – это карта сайта в таком формате в определенном, который воспринимается поисковиками. И файл предназначен для информирования поисковых систем о страницах сайта, которые следует индексировать. То есть, например, вы можете там указать те страницы, которые вы хотите, чтобы они были индексированы, вообще все, либо не все, либо какие-то конкретные, но это не гарантируется. То есть файл «Sitemap» – по сути, это список пожеланий поисковым системам, чтобы они проиндексировали ваш сайт вот определенным образом. И когда вот такой сайт «Map.xml» есть, этот файл в корне вашего сайта, он намного быстрее позволяет ускорить процесс сканирования. И можно указать до 50 тысяч ссылок приоритеты, частоту обновления страниц. То есть вот вы можете в этом файле указать, например, определенные страницы либо разделы, которые вы хотите, чтобы они были индексированы в первую очередь или чаще. И тогда просто в результатах выдачи это будет очень хорошо видно. Так, а я пока вернусь в чат, и там написано. Наш сайт такой-то раньше по запросу выходил на Яндексе на первом или втором месте после Википедии. Сейчас на 10-18 страницах даже не месте. Интересно, а люди вообще пролистывают до этого? Кстати, вопрос в чат пока, чтобы не было скучно, а сколько страниц в поисковой выдаче вы пролистываете? Ну, до какой глубины? Я вот максимум до второй. Сайту 14 лет. Ого! Согласно Яндексу обновляем около 16 страниц в ДНР, реально больше, около 1500 посетителей. В чем может быть проблема? То есть, а как вы понимаете, что вот вас посетители предпочитают Яндекс? Вы просто смотрите по статистике, по аналитике, окей. Ну, сложно, опять же, сказать, да, вопрос вот в индексации, то есть, птиц, что птиц, ну, то есть, родительным поддерживал птица, то есть, это такой какой-то высокочастотный запрос, то есть, по такому запросу очень много запросов. Естественно, что вряд ли вы по этому слову можете быть в топе, но это просто практически нереально. То есть, если вот понять низкочастотных запросов, это, например, когда там словосочетания какие-то, тогда возможно, но вот по одному слову я, честно, не могу ответить на вопрос. Возможно, просто, опять же, вам нужно пересмотреть карту сайта, вот этот сайт map.xml, и вот дальше я буду говорить про файл robots.txt, и, возможно, там что-то не так. Так, и вот я смотрю по опросу, получается, что люди, есть такие какие-то прям, молодцы, и до четвертой страницы кто-то смотрит, иногда до седьмой, ого. Да, вот это здорово. А кто вот до седьмой, а сейчас, Дарья, это какой поисковик интересный? Я вот серьезно, только вот максимум до второй, то есть, ну, практически даже, наверное, первый только смотрю. Супер. Окей, ладно, с сайтомэпом понятно, тогда двигаемся дальше, и вот есть два варианта вообще создания этого, даже, наверное, три варианта создания этого файла. Первый – это создать самостоятельно, ну, то есть, все зависит, например, от того, как вообще вы создаете ваш сайт. Если он там рукописный, то вам, конечно, придется самостоятельно создавать его. Если это CMS, то автоматически они генерируются, но желательно посмотреть их вручную и отредактировать, если что-то пошло не так. Вот я привел здесь ссылку в search console help, там по-русски все написано по шагам, что нужно сделать, чтобы, ну, как бы создать этот файл. Его просто потом нужно загрузить в определенное место, там тоже это написано. Также есть, например, сторонние какие-то сервисы, например, как вот mysitemap-генератор, и вот он позволяет там создать сайт-мэп до 500 страниц бесплатно. Я не знаю, если меня доверяют к этому, мое личное мнение, ну, то есть, мне кажется, я не очень доверяю этому, но тем не менее, таких вот ресурсов очень много, но тем не менее, вы можете просто, например, попробовать сделать в разных, просто сравнить потом и отредактировать какой-то более понятный вариант. Тут есть некий минус в том, что если вот, например, вы не понимаете, что вы делаете, да, в том числе, вот я, например, не понимаю. Ну, то есть, вот когда смотрел, вот вообще из чего это состоит, то я, честно говоря, не понимаю. То есть, поэтому, конечно, следует, наверное, показать человеку, который в этом может разбираться, потому что вот сторонние сервисы, они могут, ну, совсем правильное. Потому что вы, по сути, вводите только ну, как бы, линк, да, вашего сайта и все. И вот там ставят какие-то галочки, а вот что в итоге это будет, то есть, ну, насколько это все-таки вызывает доверие, этот вопрос. То есть, ну, как бы попробовать можно. Так. И вот следующим шагом, когда вы создали этот файл, сайт map.xml, который нужно потом загрузить на ваш хостинг, перед всем этим вы берете и вот в тех ресурсах, в которых вы уже зарегистрировались, это Google Search Console, Яндекс.Вебмастер, там есть такие вкладки. Просто можно загрузить вот этот файл и проверить, насколько он правильно собственно создан. И это очень здорово, потому что вы можете проверить действительно, насколько там есть ошибки, и чтобы потом просто у вас не было ситуации, что действительно там через какое-то время вы вообще перестанете по вашим поисковым запросам появляться или вообще что-то будет другое. Еще раз, для понимания значит, этот файл отвечает за что? За то, что конкретно будет индексировано, какой приоритет и так далее. И это вот карта сайта для поисковых систем, чтобы поисковые системы понимали вообще, из чего у вас состоит сайт. Так. Двигаемся дальше. Вот я как раз начал говорить по поводу проверки. Вот, собственно, это выглядит так у Яндекса. Просто вы можете взять файл, загрузить по ссылке, просто текст вставить, и там потом вам будут данные рекомендации о том, если что-то сделано не так. Так. Хорошо. Я еще раз перейду в чат. В общем, ситуация по поводу запроса птиц все-таки, я не знаю, мне кажется, что по одному слову это, конечно, сложно делать какие-то выводы, да, по какой причине, потому что это высокочастотный запрос. Так. Еще один комментарий. Наша организация, по словам, еврейская организация, Google и Яндекс меня находят на первых страницах. По запросу женской еврейской организации сразу первая ссылка. То есть мне паниковать рано. Паниковать вообще не надо, потому что... А зачем? То есть, на самом деле, вот, если отвечать таким простым языком, значит, возможно, вам и не надо этого. То есть зачем вот вам поисковую систему, да, с одной стороны? Возможно, у вас есть социальные сети, из которых по аналитике приходит, например, 90% человек, ну, там, какая-то такая идеальная ситуация, да, и только, например, там, 3% из поисковых систем. Тогда вот в данной ситуации, по сути, это вам вообще не важно, на какой там странице ваша там... То есть какая разница, да, если все те люди, которые вам нужны, они приходят из социальных сетей. То есть... Конечно же, вот, женская, еврейская организация, это более такой низкочастотный запрос. Почему? Потому что это три слова, они связаны вместе, да. И, конечно же, вероятность того, что человек будет искать именно это, намного меньше, да. То есть меньше людей ищут именно вот такое словосочетание из трех, там, из трех слов. Поэтому можно как раз вот радоваться тому, что по этому запросу вы вверху, да. То есть это здорово. Просто вы анализируете, откуда приходят люди и по каким словам они ищут. Например, вот в Google Аналитике можно это отслеживать и смотреть не только, да, вот откуда приходят, а именно что они вводят в поисковых системах, да. То есть если вы увидите, что ваши люди вводят, там, не знаю, женское, еврейское, там, что-то, да, то вот вы где-то близко, вы просто вот должны это иметь в виду. Тьютор. По запросу ранее был на первой странице, а сейчас не вижу. Вот понимаете, вы должны еще понимать, что как бы невозможно, вообще такого нет, чтобы вот вы там что-то сделали, да, и у вас вы были всегда на первой странице выдачи. Ну, этого невозможно. Почему? Потому что очень много существует сайтов в мире, да, и каждый старается делать что-то интересное и новое. И вот слишком много факторов, которые влияют на это, да, то есть вот просто нереально оставаться на первой странице всегда. Конечно же, по каким-то причинам вы будете в разных, там, откатываться либо подниматься вверх. Все зависит от того, какие материалы вы пишете, насколько они были популярны, там, сезонность и так далее. То есть тут действительно не надо паниковать, просто нужно отслеживать это и понимать, по каким причинам это происходит. Другое дело, что они, что вы вообще появляетесь, да, вот в поисковых системах. Это уже огромный плюс. Так, хорошо. И возвращаясь к разговору, значит, когда вы карту сайта сделали, чтобы проверить, все ли там так, есть вот такая маленькая фишка. Например, вот в Google Search Console это посмотреть карту сайта как Google Bot. Это некий бот, который смотрит, как вот поисковый бот, и он оценивает ваши какие-то ошибки. То есть я просто не мог найти принтскрин, и это выглядит так, когда у вас будет меню, вы будете иметь вкладку «Посмотреть как Google Bot». И таким образом вы также можете проанализировать, что было так, а что не так. И вот, кстати, этот способ, он увеличивает время индексации. Не увеличивает, а уменьшает. То есть быстрее происходит индексация. Вот. Такой маленький лайфхак. Как это работает, я, кстати, не очень понимаю почему. Точнее, ну, вот такой есть. И дальше это файл robots.txt. Это очень тоже важная вещь для поисковых систем. Это такой текстовый файл, ну, текстовое расширение, понятно, да, который содержит параметры индексирования сайта для роботов поисковых систем. В отличие от карты сайта, да, тут нужно прописывать именно параметры. И вот часто, еще раз, если вы используете, например, какие-то CMS, эти файлы генерируются автоматически, да, то есть вы только обязательно их посмотрите, потому что что-то может быть не так. И я сюда привел две инструкции от Яндекса и Google, опять же, чтобы было понятно, как бы, как они вообще делаются и зачем это нужно. И вот в двух словах еще, что нужно сказать, что там обязательно прописываются зеркала сайта, то есть часто мы пишем там с 3W или без 3W, это обязательно нужно прописать тоже. И добавляется ссылка на карту сайта, таким образом это тоже помогает поисковым роботам отслеживать. Я тут тоже привел вот такой, ну, это примерно как может выглядеть, да, как может быть вот один из там, например, сайтов на WordPress, он может выглядеть так. То есть есть вещь, которая, например, поисковая система должна не отслеживать, да, это внутренние какие-то там штуки. И вот, например, сайт МЭП, мы это сюда включили, дисэлау, то есть это не отслеживает что-то, да. Также должны прописать там, что отслеживать. Ну, просто вот эта часть такая. Говорили, что зеркала плохо влияют на поисковики. Прокомментируйте, пожалуйста. Как я понимаю, вот, что просто это нужно указывать, потому что часто люди вводят именно в ВВВ, и если у вас не отображены зеркала, то они просто никуда не попадают. Вот, по крайней мере, у меня было так часто, что, ну, когда я сталкивался с этим, да, что вот, например, сайт предполагает ввод 3W, да, а вот если ты не вводишь 3W, то ты просто на него никак не попадешь. Поэтому зеркала нужны все-таки. Без зеркал просто часть людей, они просто уйдут, потому что они не знают, что нужно ввести 3W, и не стоит вот эта вот штука. То есть насколько влияет это именно с точки зрения поисковых систем, не знаю, но вот такая ситуация существует, да, что просто человек не сможет зайти там на сайт. Так, на самом деле осталось не так много. И вопрос в следующем, да, вот что еще делать, собственно, с новым сайтом? Ну, мы говорили об этом уже, еще раз говорю, что, естественно, обязательно просто для вашего нового сайта, для того, что, ну, вы же не просто так делаете, да, вы же, наверное, делаете для какого-то привлечения внимания, для общения с вашей целью аудитории, там, для продажи чего-то и так далее. В любом случае это коммуникация, да, которую можно выстроить в первую очередь где? В социальных сетях, вот. И, естественно, что вы можете публиковать в социальных сетях ссылки на новые посты какие-то свои, вот. Поэтому это также будет очень хорошо работать для индексации, потому что, как ни странно, социальные сети индексируются в разы быстрее, чем сайты. Ну, это и так понятно, потому что просто больше сообщений, да. Если вы не знаете, например, у Яндекса есть сервис поиска по социальным сетям, например. Ну, вот у Гугла возможно, но вот у Яндекса точно знаю, что по Фейсбуку есть. Дальше вы, например, когда размещаете систему комментариев, такую внятную и хорошую систему комментариев на вашем сайте, тогда, когда люди начинают комментировать и так далее, они вступают в диалог, это также является таким хорошим знаком для поисковых роботов, которые индексируют изменения. И вот важно просто для себя понять, да. Чем больше изменений происходит, положительных изменений на вашем сайте, тем лучше. Вот надо генерировать вот эти изменения. В том числе с помощью вот как раз там диалогов с пользователями в виде комментариев. Ну, и вот еще раз просто настоятельно рекомендуется делать и создавать уникальный полезный контент, который будет вот именно полезным для тех людей, для кого вы его пишете, да. То есть, возможно, там это будет через какое-то время, то есть вот вы пишете, 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 пишете. И чем больше вот материалов будет касательно какой-то определенной тематики, да, тем все-таки людей становится больше, которые это видят по разным причинам, да. Там кто-то из социальных сетей, кто-то пришел откуда-то еще. И вот это вот говорит о том, что, ну, говорит поисковая система о том, что вот этот ресурс, он полезен, да, и он поднимается вверх, 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 вверх. Вот так. Так, я сознательно не стал приводить здесь примеры такие не совсем белые, скажем так, да, там я про покупку ссылок и вот что-то такое. Поэтому мы говорим только про какие-то вот такие открытые, стандартные вещи. Но, конечно, есть другие варианты, то есть там можно покупать ссылки, но как бы об этом мы не разговариваем. Так, а я посмотрю комментарии. Вот, да, рекомендует гиперкоменс.ком. Это система комментариев на сайт. Здорово. Так, бесплатный полный пакет для доменов edu.org для учебных заведений и других некоммерческих организаций. Это имеется в виду, что вот эту систему комментариев можно бесплатно использовать. Да, здорово. Спасибо. Есть еще несколько вопросов, наверное, которые стоит рассказать от обратного, да. То есть вот представьте себе, что по каким-то причинам вам необходимо удалить страницу сайта из индекса, чтобы она больше индексировалась. И часто мы вот видим, я вначале об этом, да, говорил, помните, когда что в поисковой выдаче можно найти копию сохраненную. И вот как раз это часто вот бывает именно по причине того, что по разным причинам страница удаляется, но еще остается копия, которая еще прослеживается. То есть в итоге вот вопрос, как сделать так, чтобы страница больше не индексировалась. Есть несколько способов. Начнем с конца. Вот смотрите, физическое удаление страницы, мне кажется, самое такое понятное, да. То есть логично, что если вы удаляете страницу с вашего сайта, то она сейчас какое-то время перестает индексироваться. Ну, скажем так, она еще раз проиндексирована, значит, она удалена, и все, она из поисковиков выходит. То есть какое-то время просто может быть между физическим удалением и изменения в поисковой системе, что вот часто мы замечаем такое. Как раз вот я приводил этот пример как раз об этом. То есть когда вы просто удаляете страницу. Далее это удаление в сервисах вот Google Search Console и Яндекс.Вебмастер. Вы там вручную можете удалить какую-то страницу. А также вы можете запретить индексацию как раз вот в файлике robots.txt. То есть DSL, да, и вот, собственно, это тег, который позволяет вам написать и прописать туда то, что не будет индексировано. Мне кажется, что вот этот, скажем так, это плюс, потому что по каким-то причинам, например, если у вас есть такие вот материалы на вашем сайте, которые вы хотите, чтобы были доступны пользователям, но не хотите, чтобы они были видны поисковым системам или, например, там, какому-то широкому кругу, да, пользователей, то вы можете сделать вот так, и она не будет индексирована больше. То есть либо изменения какие-то вот вы сделали в материале, да, и если вы не хотите, чтобы были видны они, вы можете сделать таким образом. Либо перенести, например, по другой ссылке. Вот, это такой был немного простой, наверное, обзор, но, тем не менее, вот эта картинка, которую я очень люблю, которую мы уже, не знаю, сколько раз мы использовали, что, вот, мне кажется, должны быть быть такие эмоции у вас после того, как вы запустили свой сайт, а еще больше таких эмоций должно быть у вас после того, как вы увидели, что, наконец-то, вы хорошо индексированы поисковыми системами, ваш сайт вообще на первой странице, а не на какой-то третьей, и вы должны радоваться этому, это здорово. Но, как вы понимаете, и как я говорил, что такой процесс постоянный, нельзя сделать один раз и остановиться, да, вы все равно скатитесь вниз, поэтому это непрерывный процесс, который нужно делать, нужно обязательно писать полезные материалы, и вот эти два ресурса Google, Search Console и Яндекс.Вебмастер поможет вам в этом для того, чтобы отслеживать, насколько правильно вы вот как бы все настроили, насколько правильно индексируются страницы, и вообще, насколько здорово все происходит вот между вашим сайтом и поисковым системой. То есть, как я писал в анонсе, да, то есть, как познакомить, а это вот как в дальнейшем, как развиваются отношения между вашими, там, страницами вашего сайта и поисковыми системами. То есть, они реально должны все-таки хорошо взаимодействовать между собой, чтобы было все правильно, и тогда, мне кажется, люди будут находить как бы вашего тела намного быстрее. Собственно, это все, что я хотел рассказать. Это достаточно было просто, но я надеюсь, что это полезно, потому что, ну, как бы полезность в простоте, да, то есть, и давайте я отвечу на любые ваши вопросы. Просто могу еще раз резюмируя, скажу, что, значит, что нужно сделать, это полностью заполнить ваш сайт, все разделы, после того, как вы сделали его доступным по ссылке, то есть, когда уже написано достаточно много материалов, после этого вы регистрируетесь лучше в двух сервисах, вот, Google Search Engine, Google Search Console и Яндекс.Вебмастер, регистрируете там свой сайт, устанавливаете код, говорите о том, что вы владелец, вот, и потом правильно размещаете сайт Map.xml и robots.txt, проверяете это все, все настраиваете, что индексируется, что нет, выставляете приоритеты индексации, и таким образом у вас все будет окей. Собственно, вот эти первые шаги, которые необходимо сделать, и нужно иметь в виду еще, что, значит, Яндекс индексирует от недели до месяца срок, да, а Google примерно неделю. Окей, если какие-то вопросы есть, задавайте, я с радостью отвечу. Так, значит, зашел в Google Search и не понимая, куда на сайте размещается HTML, не понял. А у вас сайт на чем? То есть в том-то дело, что вот в этих сервисах даны несколько вариантов того, как можно подтвердить как бы вот то, что вы являетесь собственником сайта, там как раз можно разместить файл, можно разместить код, можно по Google Аналитике, например. То есть вот вы просто наиболее оптимальное для себя берете там и подключаете, и все. Главное, чтобы эти системы понимали, что сайт ваш. Что значит ссылки сайта, акцепторов, всего ссылок, из них ссылок со второго уровня? А этого где взяли? Я вот с разбегу даже не отвечу. Антон спрашивает, это должна быть видимая страница? Что вы имеете в виду? Нет, конечно, невидимая, то есть, ну, нет, нет. В принципе, это эти такие внутренние, это код внутренний, который просто, это невидимая страница, они не отображаются на сайте. Так, знакомый рассказывал про семантическое ядро, некий файл со всеми вариантами запросов, которые могут появиться на ваш сайт. Это еще актуально? Я вот знаю, что такое семантическое ядро, но я не уверен, что оно размещается на сайте. То есть, по сути, это все ключевые слова, которые, по которым люди смогут вас найти. И вот я знаю, что составляет семантическое ядро, но, наверное, я понимаю, о чем вы говорите. То есть, вот как помню, раньше были, знаете, такие странные сайты, когда там такие целые страницы были заполнены вот именно просто вариантами ключевых слов, да, по тематике. Часто, когда вы, например, искали что-то, то есть, например, там вы ищете, ну, там, из головы просто белая лошадь, да, и вы заходите по каким-то вариантам из поисковой выдачи, и вы видите просто страницы, которые просто полностью заполнены вот этим пианом. Белая лошадь, лошадь белая, лошадь скакала, и она была белая. Ну, то есть, вот это все, вот это, наверное, может быть, вот это было, но сейчас, мне кажется, это не работает, это даже убирается и какие-то санкции. Метод TechAwards, ну, мне кажется, это уже не тема вебинара, я так глубоко не могу, наверное, ответить на этот вопрос. Окей, вам спасибо тогда, я думаю, что, опять же, было полезно. Итак, кому нужна презентация, она есть во вкладке документов, вы можете сейчас ее скачать в PDF, видео будет чуть позже. Если какие-то будут вопросы, я просто еще раз напишу в свой mail. Вот, поэтому пишите, не стесняйтесь, и надеюсь, что встретимся с вами на наших следующих вебинарах. Спасибо за участие.